8 лет назад Дагестан потерял одного из выдающихся ученых-богословов современности, Кура Мухаммада Хажи Рамазанова. В ночь с четверга на пятницу, в момент, когда он проводил урок в мечети, убийцы прикрепили к его автомобилю взрывное устройство. Это был благословенный месяц Раджаб. Кура Мухаммад Хаджи вместе со своим родным братом Абдуллой и учеником Мухаммада Расулом возвращались домой. Он спешил домой, чтобы закончить очередную книгу. Ученый никогда не сидел без дела. Тогда в результате этого теракта выжил только его ученик. Кура Мухаммад Хаджи Рамазанов родился в 1956 году в селении Захида Цунтинского района. Обучаться исламу он начал с ранних лет. Начальное религиозное образование он получил дома. Отец научил его чтению Корана. Затем он решил уехать в Закатылы к учителю Абдул-Хафизу. После окончания восьмилетней школы поехал в Буйнакск, в котором тогда проживало много ученых-арабистов. Икура Мухаммад Хаджи подходил к ним ко всем в жажде исламских знаний. Он был очень аскетичным человеком. Никогда не проявлял никакого интереса к тому, чтобы приобрести что-либо из Дуния, иметь какое-то благосостояние. Такой задачи у него в жизни не было. И, конечно, очень много других ярких черт его жизни, которые запомнились. Из этих черт, вот эти черты, черты целеустремленности, следование за своим знанием, отсутствие ленности, вот эти черты мне больше всего запомнились. Смерть Кура Мухаммада Хаджи Рамазанова – невосполнимая потеря и утрата для всей мусульманской уммы. Никто не мог предположить, что так оборвется жизнь выдающейся личности, ученого-богослова, которого называют имамом новови нашего времени. Невозможно оценить урон, который понесли мусульмане с потерей Кура Мухаммада Хаджи. Только после того, как ушел от нас этот светоч ислама, мы поняли, какого великого блага лишились. Кура Мухаммад Хаджи Рамазанов был человеком, который начинал свой рабочий день с утреннего намаза и заканчивал поздней ночью. Казалось, что у него нет времени даже на сон. Он не упускал ни секунды зря, как будто знал, что на земле ему суждено пребывать недолго. Он ценил время и только с пользой проводил его. Хотя он ушел от нас, но остались его книги и знания, которые он передал тысячам мусульман. Остались его труды, над которыми он работал днями и ночами. Что касается занятости Кура Мухаммада, я один интересный случай расскажу вам, который я сам был шокирован даже. Одно время, один год был, Кура Мухаммад пришел ко мне и сказал, что ему нужно срочно перевести одну книгу. Это была книга, которую он, оказывается, видимо, его ночами и днями писал, и книга, которая называлась «Хадж. Пяти стоп. Ислам». Это очень объемная книга, очень труд, который, даже можно сказать, для меня, для неученого человека, это было, как бы и учиться должен было заодно. И переводить тоже надо было мне это дело. И говорит, срочно нужно сделать. Ну, я решился, после работы оставался, и практически мы за его срок я смогу, за два месяца смог эту книгу перевести. И когда нужно было делать сверку, распечатали мы эту книгу, нужно было сверить с оригиналом, то есть с аварским языком. Он, Кура Мухаммад, чтобы проверил всю правильность на русском переводе. И вот когда мы стали искать время у него, у него не нашли ни одной свободной минуты. Ни одной свободной минуты не нашли. И единственное, что он сказал, вот единственное, говорит, если тебя не затруднит, утром с 7 до полдевятого, говорит, у меня есть время. Он меня спрашивает, если тебе не затруднит. Я обрадовался, я говорю, а, конечно, не затруднит, хоть есть же время, но если вам, говорит, это не трудно будет. Мы пришли в течение месяца, наверное, по-моему, мы где-то справились, уложились, сверку делали, правки, все это же надо, как-то научная работа. Сегодня в Дагестане есть сотни молодых людей, обучавшихся у Кру Мухаммада Хаджи и получившие от него тот ислам, который раскрывает всю красоту и великолепие религии. Он все время спешил, все время торопился. Он сначала, если даже писал какую-то книгу, он сначала эту книгу выдавал статьями в газете. А когда мы спрашивали, вы же книгу делаете, как это так, он говорит, цель не готова, чтобы книга вышла. Цель, говорит, у меня одна, чтобы побольше людей познали ислам. Когда мы говорили, что тираж газеты поднялся настолько-то, он как ребенок радовался. Видите, столько человек, говорит, уже больше получат знания об исламе. А что касается его трудов, я, например, как, скажем, один из двух переводчиков его трудов на русский язык. В основном его все работы я переводил на русский язык. То это был неутомимый человек. После того, как он ушел, я сделал список его книг. И сам был удивлен. Около 24 книги. И очень объемные даже книги были, которые он успел уже издать. Есть книги, которые он не успел издать и до сих пор тоже не вышли. Очень большие книги. Я думаю, его наследники готовят к этому. Я не знаю, почему это не вышли. Но очень востребованы хорошие книги, которые он не успел. Есть одна книга, которую он не успел завершить, а другая, когда уже была готова к изданию, эта книга, конечно, должна выйти. Сегодня издано множество его книг. Каждый труд его был новым уроком и витком в изучении ислама для мусульман. Его энергия, его желание жить во имя веры передались его многочисленным ученикам, которые используют его наследие в своей дальнейшей жизнедеятельности. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, Джалал Магомедов. Новости 24. Махачкала.